Вот сейчас меня поймут люди, которые тоже любят хрустеть пальцами. Вот вы занимаетесь этим божественным занятием и кто-нибудь, кто сидит рядом, обязательно вам скажет. Как ужасно, совсем себя не бережешь, а в старости ведь артрит и вообще-то свою жизнь калечишь. И мне, как человеку, который любит хрустеть пальцами, хочется найти подтверждение их словам или опровергнуть. От чего хруст? Мне в детстве всегда казалось, что это кости стучат друг об друга, но как оказалось нет. Это лишь лопание пузырьков, которые находятся в суставе. Вот так это выглядит. Практически все значимые медицинские журналы изучили этот хруст и не выявили никакой связи между постоянным хрустом пальцев и артритом. А доктор Дональд Унгер вообще предоставил отчет о том, что он в течение 60 лет хрустел только одной рукой, но никакой разницы в итоге не обнаружил. За это он даже получил шнобелевскую премию. Да, это реальная премия, просто пародия на нобелевскую премию и выдается за достаточно забавные исследования. А по мне так все очень серьезно. Теперь все, кому не нравится вот это, я могу говорить. Вы не правы, всего доброго. Так что хрустите на здоровье, вреда вам это точно не принесет. Но также мне нравится хрустеть шеей и позвоночником, но тут все намного серьезнее. Там очень много опасных мест, которые все-таки можно повредить. Даже несмотря на то, что это также лопаются пузырьки газа и сам хруст вам ничего плохого не сделает, будьте предельно аккуратны. Вы все-таки можете случайно что-нибудь повредить. Как всегда все ссылки на источники в описании. Подписывайтесь на канал и получайте новые знания. А я пойду с пеной у рта доказывать всем, что они были неправы.